Начальство и власть царская установлены Богом, но если какой злодей-беззаконник восхитил сию власть, то не утверждаем, что поставлен Богом, но говорим, что попущено ему. Святая, Богом благословенная и ему угодная форма государственного правления, есть самодержавная, возглавляемая самим Богом поставленным единодержавным скептродержатым царем, который есть необыкновенный человек, а помазанник Божий, получивший при священном помазании сугубую благодать на великое и трудное дело управления народом. Святой царь занимает высокое место в церкви. Он не то, что другие, поместные князья и ксудари. Ничего хорошего нет в том, сын мой, когда ты говорил, что у нас есть церковь и нет царя. Невозможно для христиан то, что у них есть церковь и нет царя, ибо царство и церковь имеют крепкое единство и общность, и невозможно отделить одно от другого. Христиане отвергают только одних единственных царей-ертиков, нисовших против церкви и протащивших извращенные догматы, чуждые учения апостолов и отцов. 313 год. Издание римским царем Константином Великим Миланского Эдикта. Важное значение Эдикт имеет не только потому, что он освободил христианство от преследований, но и потому, что именно с него начался пока еще не гласный союз церкви и царства. Вот ознаменованы сыны царства небесного и стали свободными от мира сего. Но пока существует царство римлян, оно не желает целиком подчиниться силе царя, который, придя, возьмет свое царство. Но при этом оно с честью хранит залоги его, чтобы не в гневе пришел на них тот, кто упразднит царство. Ведь когда тот, кому принадлежит царство, придет в своем втором пришествии, то он возьмет то, что дал, и будет царем во веки веков. Царство его не придет, ибо оно будет царством вечным. 330 год. Про разглашение римским царем Константином города Византия на европейском берегу Босфора Новым Римом. Константин, очевидно, думал не о продлении агонии Старого Мира, а о создании Нового Мира. 879-880 года. Всеправославный Церковный Собор Константинополя осудил латинскую ересь. 988 год. Крещение Руси. Приняв крещение от ромеев, Владимир включил Русь в орбиту византийской государственности. Понятие ромей гораздо шире, чем этноним Эллен. Оно приложимо было и к русским, считавшимися подданными византийского императора и входившими в юрисдикцию Вселенского Патриарха. Серп с 40-х годов XIV века при переводе синтагмы Матфея Ластаря слово ромей перевел как православный. Его переводу нам следует сделать лишь одно уточнение, в котором его современники, как самоочевидно, не нуждались. Ромеи – это православные, имеющие собственное государство. Византию с Россией таким образом связывало не только православие, но и ромейство. В византийском церковном и государственном правовом сознании император Василевск мыслился как хранитель догматов и христианского благочестия, как верховный защитник православия, а значит и как самодержец-автократер всех православных народов. Церковь кафолическая, едина, всеобъемлюща и всемирно-всенародна. Ее сосуд и броня, носитель и хранитель – это христианская ромейская империя с единым и единственно законным на всю Вселенную императором, занимающим церковь место внешнего защитника ее догматов и народного благочестия. Эпистемонарх. Такой царь Всего земного православия, по этой логике, мыслится церковным протектором и всех других, примкнувших к православию народов. 1438-1439 года. Феррара-Флорентийская уния с латинскими еретиками. 1453 год. Захват турками Константинополя, Нового Рима. 1480 год. Великий князь Московский Иоанн Третий свергает магометанское иго. И ныне глаголю. Блюди и внемли, благочестивы царю, яко вся христианская царство снедошится в твое едино, яко два Рима подоша, а третий стоит, а четвертому – небыти. 1547 год. Великий князь Московский Иоанн Четвертый Васильевич венчался на царство. 1561 год. В царском звании Иоанна Четвертого утвердил Константинопольский патриарх Иосаф специальные соборные грамоты, которые прописали 36 греческих митрополитов и епископов. 1917 год. Свершение последнего православного царя Николая Второго. С тех пор у православных нет своего царя. Готовя приход Антихриста, безбожники раскололи православный мир по национальным и идеологическим интересам, навязывают ереси модернизма и производного от него экуменизма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok